Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с вами в различные андроид-игрушки. И сегодня мы вернёмся в Хоррор Филд. Да, я уже повысил два уровня. В прошлый раз у нас был, по-моему, второй. И я повысил до третьего, и потом до четвёртого. Просто, чтобы в фоне, там, пока я не играю, получались уровни. И вот, собственно, четвёртый уровень у нас. Окей, что у нас дальше? Во-первых, мне сказали, что в мастерской можно будет что-то крафтить. Какие-то чертежи. А только для этого, как я понимаю, требуются какие-то умения. Да, вот видите, здесь умения и определённые уровни. То есть, я не могу энергетик даже крафтить сейчас. Мне требуется умения Джек, химик-любитель. И, кстати, по-моему, по-моему, можно, кстати, ещё, смотрите, вот эту фигню улучшать за тысячу монет. Не знаю, стоит ли это тратить сюда, увеличить скорость производства на 5. Звучит неплохо, на самом деле, но давайте первым делом я кое-что вам покажу. Смотрите, мы выберем лагерь выживших, и у нас здесь есть в умениях как раз-таки это умение, которое нам и надо. Поэтому я лучше две тысячи потрачу именно сюда. Придётся подождать час, как я понимаю. Ну, нажимайся, господи, наконец-то. А, это мгновение, это первое... Не, подождите, оно не нажимается. Оно просто не нажимается. Что с этой игрой не так, я не понимаю, на самом деле. Повысить за две тысячи могу до следующего уровня. Но, опять же, не нажимается. Я не знаю, возможно, какой-то глюкс отображения моих монеток. Давайте я перезапущу игру и сейчас попробую ещё раз. Господи, наконец-то запустил в первый раз, она у меня запустилась с пятого раза. То есть мне пришлось пять раз её запускать. Второй раз с четвёртого. О, прогресс, боже мой. Давайте посмотрим, что у нас с умением, да? Умение, теперь я могу его уже улучшить? Да, смотрите-ка, теперь я могу. Видимо, каждый раз, когда происходит какое-то улучшение, игра ломается. В общем, она такая недоработанная, это же ужас какой-то. Я не знаю, возможно, это только у меня, возможно, у других всё нормально. Но вот именно такие вот приколы постоянно. Что это за сундук? А, это, видимо, ограниченное специальное предложение, которое истекает со временем. Нет, нет, неинтересно, можно мне убрать. И пошли в лагерь выживших играть за нашего Джека. Я думаю, в следующей серии мы уже сможем с вами крафтить энергетики. Может быть, я их в фоне также скрафчу после того, как это придёт. Но надо сначала накопить ещё монет. Это важно. Монеты тоже важно накопить. А интересно, энергетик помогает вообще убежать от маньяка? Надеюсь, что да. У нас мясник аж третьего уровня играет против нас. Но мы тоже все прокаченные. Но при этом моё умение игры до сих пор не прокачено. То есть, из-за того, что я в фоне там поставил несколько... Как вы понимаете... Да-да-да. Давайте я сделаю погромче, потому что тут звук не очень громкий. Хотя нет, вроде нормально так. О, кстати, генератор. Надо бы починить его. А как туда пройти вообще? Серьёзно? Он где-то рядом. А интересно, он вообще какие-то подсказки получает, когда выживший рядом? То есть, у него сердце бьётся там или типа того? Да-да-да, я понял уже, что я труп. Тут ещё я заметил, тут маньяк, короче, автоматически атакует. Давайте я по приколу попробую почитать. Чё за фаталити ещё? Это чё, Mortal Kombat? По-моему, нет. Ну, в общем-то, вот так вот я попался. Из-за того, что, блин... Вот на меня всегда первым он нападает, и я ничего не могу сделать. Ни убежать от него, ни спрятаться. Ну, ждём, чё мы можем сделать ещё. Можно посмотреть, как играют другие чуваки. Вот Дед Клок. Это специально, наверное, сделано для тех, кто попал, чтобы им было не скучно, да? Можно было бы смотреть за своими. О, меня, кажется, кто-то пытался спасти. Да он просто сейчас будет тусоваться, ему нафиг ничего не надо. Он просто будет тусоваться рядом со мной, и всё. Как бы зачем им меня спасать? То есть здесь нет никакого смысла спасать вообще союзников, практически. То есть они могут просто вот сейчас, я не знаю, там... Как вы понимаете, чинить генератор и убежать, и всё. Им будут очки, и из-за этого как бы ничего плохого не случится для них. А для меня, да, я проиграл. В самом начале, ничего не успел сделать. О, да может быть ты наконец-то меня спасёшь? Спасибо, чувак, ну наконец-то. Давайте скажем ему спасибо и пойдём отсюда. А он, думаешь, не придёт сейчас сюда? Ну давай, попытайся. О, одного поймали, он сейчас придёт сюда, надо валить. Блин, ну хочется отхилиным валить. Слышите, он идёт? Давай быстрее. Валим туда. Я пойду туда. Ничего не знаю. Господи, какой я медленный. Я иду так, как будто я раненый, но я же не раненый. Или он всегда с такой скоростью ходил? Я помню, где был ещё один генератор, надо его починить. Ну и вот этот вот тоже. Нам ещё целых три генератора, поэтому, да, это ещё долго. Нашего чувака ранили, как вы видите. Не могу понять, близко он или далеко. Мне кажется, он где-то у центра тусуется. Давай-давай, чинись, чинись. Так, с этим генератором разобрались, идём сюда. Интересно, когда мы чиним генератор, он показывается, что, типа, выжившие починили генератор вот там-то. Маньяку это показывается, как в Date by Daylight. Очень интересно узнать вообще, как играть за маньяка. Сложно ли это, не сложно. Мне кажется, ничего в этом сложного особо нету, и за маньяка играть достаточно просто. Но, возможно, я ошибаюсь, потому что я не знаю, какие тут есть перки у выживших. И где-то здесь должен быть ещё один генератор, насколько я помню. Вот только где именно, я не помню. А, его уже завели, окей, его уже завели. Либо этот же я только что завёл. Я уже плохо ориентируюсь в пространстве, плохо ещё ориентируюсь в картах, играю в мниф. Может, во второй, в третий раз всего лишь. Он где-то внизу. То есть, иду вверх, потише становится. Всё, электричество включено, можно выходить. Блин, туда не хочу. Пойду именно вот в этот угол. Хотя маньяк, по-моему, решил тоже туда пойти. Нет, он решил пойти за мной. Давайте, валите! Почему меня? Спасибо, до свидания. О, боже мой, это было жёсткое. Это было реально жёсткое. Можно также получить за рекламку ещё дополнительную награду. И мне кажется, серебро лишним не будет. Так что давайте я получу. Ну вот, я получил ещё дополнительно 50 бонусов. О, новый уровень аккаунта. Награда 10 золотых и немножечко таких. Я просто хотел монеткой дополнительной получить, чтобы сейчас повысить уровень своего... Аааа, другое улучшение в процессе. Ясно, понятно. То есть, я так не умею. А давайте тогда, знаете, что поставим на улучшение? Я могу же в мастерскую поставить на улучшение? Ничего страшного не произойдёт. То есть, вот скорость производства, к примеру, на 5. Да, могу. Могу. А, это сразу же, что ли, делается? Подождите-ка. Мне отняли деньги, но не поставили улучшаться? Что, простите? Может быть, улучшение вестимость верстака? А, вот. Видимо, в первый раз почему-то не сработало, да? Скорость верстака. Что-то странное. Это как-то работает. До сих пор не понимаю, на самом деле. Но окей. Давайте вернёмся в самое главное меню. Ну и погнали дальше играть за выживших. У нас четвёртый уровень. Осталось немного до пятого. Так что будем потихонечку начинать. Погнали в бой. У нас маньяк номер 2. Ерор 515. Культист. О, у нас прикольный выживший. Мэри. И кто ещё там? Ещё одна Мэри. И сейчас ещё одна Мэри. Давайте. Нет, и старый Фил. Окей. Храм. Первый раз вижу эту карту, на самом деле. Что-то какая-то громкая музыка. То она громкая, то она тихая. Погнали искать, короче. Всё как вообще. Сразу закричал. Так, это хорошо. Нет, я не знаю. Нет ничего хорошего, видимо, в том, что этот маньяк кричит. Я не знаю, как он работает. Но, тем не менее, нашёл первый генератор. Надо починить. Маньяка вообще нету поблизости. Либо он не определяется. Потому что, возможно, он, когда кричит, он блокирует слуховые... Ну, в общем, биение сердца, возможно. Но мне так кажется. Я не знаю, опять же, как работает каждый маньяк. Я ещё не настолько игру хорошо знаю, чтобы всё знать. Я без записи не играл. То есть, я играл там, не знаю, вот на запись там 30-40 минут. И всё на этом как бы. Больше я, по сути, не играл. Так, генератор починен. Всё, валим отсюда. Желательно поскорее. Не надо туда идти, да? Как вы понимаете, туда идти себе дороже. Он там сидит. Я туда шёл, как вы видели, и звук... Погони появился. Ну, не погоня, как это называется. Звук преследования. То есть, сердце билось быстрее, и это значит... Блин, забыл, как эта хрень называется. О, наши тоже чинят генерик. Ещё один починили. Маньяк поймал мертвеца. Мертвеца. Но мне надо тоже починить генератор. Такс. Блин, сердце бьётся. Я успел. Неудачник. Ну, я не смогу здесь ничего сделать, как вы понимаете. Я... Ещё такое неудобное управление. Вот эти вот развороты. Вот это вот всё. Это так криво выглядит на самом деле. Ну, мы ждём, короче, этого. Когда нас... Как он узнал вообще, что я там нахожусь? Именно к генератору он. Видимо, это уже прошаренный чувак. Он знает, где находятся все генераторы. Я-то вообще не вдупляю. То есть я иду буквально, можно сказать, наугад. И пытаюсь запомнить расположение генераторов, чтобы там, я не знаю, через 2-3 катки, когда я более-менее запомню карту, я смог определить, где они находятся. Но пока я ещё новичок, то есть я вот... Короче, мы в заднице. За мной! О, боже мой. Маньяк, бежим, чувак, поговори со мной. Вот как-то так оно и получилось, да. О, чеченец пришёл. Но, правда, за ним кто-то идёт уже. А, его маньяк приходовал. И убил сразу же Изи. Ну ещё остался Альтаирус. Но, естественно, никто спасать не стал. Но мы тоже не стали спасать. Я просто хотел дочинить генератор и после этого сразу же пойти спасать союзника. Просто я, как бы, уже его начал чинить. Неохота как-то бросать. Думал, может, пока я там спасаю союзника, да и отвлекаю маньяка, другие починят остальные генераторы. Но, к сожалению, он на меня напал и я уже не смог здесь ничего сделать. Обидно, конечно, что он так быстро ко мне прибежал. Надо было самому бежать. Я просто до сих пор ещё не понимаю, как это сердце работает дурацкое. Но то очень быстро, то очень медленно. Ладно, тем не менее, мы вот так вот... Не, я не хочу получать бонус наград, что там 150 голды. Хотя, если бы взял, мог бы, по сути, улучшить. Хотя, не, не мог бы, потому что у меня здесь ещё, как бы, идёт улучшение. Ладно, давайте ещё раз играть. Почему нет? Опять Макс 24. Здесь подбор идёт по уровням. Но эти уровни абсолютно ничего не значат вот самих персонажей. Вы понимаете? Да, то есть это значит умение персонажей. То есть, насколько они быстрые. Но в чём прикол тогда уровней? То есть, если вы играете, по сути, с теми же уровнями, которые есть, я не понимаю. Так, у нас сердце бьётся немножечко. Значит, маньяк далеко. Давайте начнём чинить первый генерик. Не могу понять, в чём прикол этого маньяка. Он почему-то кричит. И что это значит, я не понимаю. Давай, чинись быстрее. Я знаю, что если генератор взрывается, то тогда он узнаёт, скорее всего, о том, что где-то генератор взорвался. Но у нас он не взрывается обычно. То есть, тогда ещё не взрывался. Валим. Валим, 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 пацаны. Он где-то рядом, он идёт прямо к нам. Валим, валим. Блин, он быстрее, он тупо быстрее. А, вы кричите от... С какого фига я кричу от страха? Просто так? Странно, ну окей. Кофе. Кофе, есть какой-нибудь план? Так, здесь выход, запомним. Нашёл ещё один. Чё с ним такое, его ранили? А-а-а... Это возможно? Блин, у всех читерские какие-то штуки. Кто-то его ранит, кто-то еще. У меня даже энергетик не могу сделать. Вот это называется, знаете, честная борьба, так сказать. У маньяков есть всякие штуки, у выживших есть всякие штуки. А я бегаю, и меня маньяк убивает, и я ничего не могу сделать с ним. Причем тут прятаться даже нельзя. Тут такие яркие скинные персонажи, еще я бегаю, как идиот в этой белой футболочке. О, смотрите, а здесь можно спрятаться. Что, реально? Можно пойти попробовать спасти чувака? А, это есть эта штука! Валим. Валим отсюда. Все, давайте я выхилию. Блин, он так встал, что я не могу его выхилять здесь. А, он сам хилится, он сам хилится. Все, я понял тебя, чувак. Окей. А я думал, что просто значок пропал. Я что-то, знаете, так затих, потому что нужно слушать сердце, и когда я говорю очень много, я не слышу, как бьется сердце. Я же без науш... Вот-вот я и об этом и говорил вам только что, вы понимаете, да, о чем я говорил? Ну, ясно, все, мне конец, короче. Есть один шанс выжить, спрятаться в одном месте. Сейчас покажу, в каком. Сейчас покажу, в каком. Вот здесь. Здесь я сам себя не вижу, может быть, он тоже меня не видит. Так, все, он отошел, можно идти. Да не кричи ты! Оооо! Я сам себя не могу похилить, а меня могут, да, все нормально. Электричество включено, замечательно. Давай, выхиляй меня и пошли отсюда. Я знаю примерно, где... Блин, сердце бьется. Быстрее, быстрее. Я знаю примерно, где находится все. Так, ясно, понятно. Есть план. Чувак, у тебя есть план хоть какой-нибудь? О, он за кем-то гнался. То есть у нас есть шанс. Надеюсь, этот чувак знает, где выход. Потому что если нет, у нас проблемы. О, кофе, здорово, кофе. Блин, чувака не надо было спасти. Но сейчас уже бесполезно. То есть если остается один, если остается один чувак, то, естественно, уже не спасти его. Потому что маньяк просто будет сидеть и кемперить его. О, серьезно? Тут не открыто ворота, вы что прикалываетесь? Мы что, будем спасать его, чуваки? Как думаете? Нет, не будут. Ну ладно, тогда я не могу его сам один спасти, как вы понимаете. То есть я не могу его спасти. Потому что если... Маньяк просто будет сидеть на своем месте, и как бы я подойду, он просто меня ударит, убьет и все. И тогда он двоих убьет. Здесь надо было бежать. Если бы нас было двое, или хотя бы... То есть если бы нас было трое, или хотя бы двое, тогда бы да. Тогда можно было бы, допустим, один отвлекает маньяка, да, и убегает. Маньяк гонится за ним, а второй освобождает в это время союзника. И то это сделать достаточно сложно. А втроем, ну, как вы понимаете, одному точнее спасти союзника, ну, практически нереально, если маньяк не уйдет с точки, где спрятан... Ну, в общем, где ваш союзник. Но это... Это нужно быть, конечно, очень умным, конечно, чтобы уйти оттуда, когда последний чувак, по сути, остался в живых. Ладно, давайте посмотрим рекламку, получим дополнительную награду, так как серебра много, далее и золото, к тому же. Интересно, я получил бонус к золоту. Сейчас проверим. И нет, смотрите-ка, я не получил 50% бонус к золоту. Я получил только к опыту 50% и к серебру. Написано 50% к награде, а золото-то не увеличилось. Вот они хитрые такие, а. Ну, конечно, золото-то не выдают просто так. Обидно даже немного. Ну, ладно, давайте посмотрим, что у нас еще есть. Сколько опыта осталось до следующего уровня? Можно где-то проверить? А, вон, дофига еще, господи. Давайте я себе ник, господи, поменяю уже, наконец-то, потому что это какой-то маразм все время с таким ником играть. Давайте я сотру и поменяю себе на свой ник, конечно же. Так, так, да блин. Ага, ага, готово, все. Имя сохранено, замечательно. Ну и погнали, собственно. Улучшать мы ничего не можем, потому что у нас уже идет улучшение, как вы видите, вот на энергетик. 42 минуты еще целых осталось. И, естественно, вот если мы перейдем с вами в меню, там тоже делается улучшение на верстаке, там 30 минут. Не знаю, успеем, не успеем. Скорее всего, не успеем новое поставить. Ну, я уже на фоне поставлю, если что. И, скорее всего, следующая серия у нас будет уже за маньяка. Потому что нам буквально, вот сейчас мы поднимем как раз уровень почти до маньяка, не думая, что мы успеем. Это надо очень хорошо несколько игр сыграть, то есть без проигрышей. Но в следующей серии уже получится, значит, у нас прокачаться за маньяка и поиграть за маньяка. По-моему, доступен с пятого уровня, да, если не ошибаюсь. Интересно, его надо вообще открывать там за самого первого маньяка или он будет сразу же автоматически доступен? Немножко кадры проседают, да, видите, такими рывками идет изображение. Я даже не знаю, почему. Окей. Да, я иду к маньяку. Относительно. Давайте я сменю направление движения, а то я иду прямо на него. Блин, я не в ту сторону сменил направление движения. Серьезно. Вот я когда говорю, когда вот я говорю, да, громко. Чувак, убей его, не меня. Да сосранец. Ему даже наплевать на второго. А нет, не наплевать. Смотрите-ка, я могу восстановление нажать и встать. Так, он его поймал. Он его поймал. Ну, я не успеваю, да, как вы понимаете. Если он рядом, то он автоматически останавливается в восстановлении. Я ничего не могу с ним сделать. У нас двух подняли. Ой, поймали. У нас нету шансов на самом деле. Просто вот когда я говорю, да, я не слышу биения сердца, да. Я говорю громко. Естественно, у меня игра не очень громко, чтобы вы там тоже не оглохли. Я без наушников еще играю. Здесь в наушниках надо. То есть, если в наушниках играть, то можно будет даже говорить иногда, типа во время вот этого. А то, блин, говоришь, говоришь и не слышишь. То есть, сердце бьется, не бьется, когда говоришь. О, Джек. Джек, спаси, Джек. Спасибо, братан. Будешь хилить меня, нет? Валим. Нет, ты меня бросил. Ты бросил меня. Надо было сидеть. Надо было сидеть. Блин. Ну почему ты сюда побежал? Чувак, тебе надо было в другую сторону бежать. Как он меня... Ааа, засранец. Вот это было обидно. И причем тут выхода два. То есть, нельзя уйти на... Точнее, три выхода. Нельзя уйти наверх. Наверх это был, по сути, мой единственный способ сбежать в встречу с маньяком. В ту... Влево не мог уйти. Вниз тоже не мог. Он бегал влево и вниз. Я мог только либо вот в эту сторону уйти, куда я пошел, да? Так, Джек опять возвращается. Че, меня спасешь? Серьезно? Вот так вот? Спасибо, братан. Поздно, правда, уже. И здесь нет выхода. Здесь просто спрятаться можно. А че я сделаю, да? Могу разве что попытаться убежать. Такс. Все плохо. Блин. Я один остался. А он там. Эта скотина там сидит. Он где-то рядом. И он поймал последнего. Я остался один. Спасать их я не могу, потому что он просто будет сейчас там сидеть. Либо искать меня, я не знаю уж. Кстати, если он будет искать меня, есть шанс. Что за задница? Вообще... Я хочу их спасти. Ну, могу ли я это сделать? Да ты издеваешься! Ну, это конец. Я не знаю, что здесь сделать, чтобы выжить. Могу попытаться их спасти. Давайте попробуем хотя бы. А, они сами спаслись! Как? Че за читы? Я могу отхилиться за счет других чуваков. Маньяк как-то достаточно пассивно играет. Не кемперит. Это странно. Я бы на его месте кемперил. Валим, валим! Не в ту сторону. Простите, чуваки. Прощайте. Но он меня догонит со временем. Рано или поздно. Постараюсь отвлечь их. Че-то он вроде их повалил, но вроде и не повалил. Как понимаете, да? Господи, что это за карта вообще? Куда идти? Где последний генератор? Понятия не имею вообще. Я совершенно не ориентируюсь в пространстве, особенно в этой карте. Это просто дичь какая-то. Где генераторы? Я вообще ничего не понимаю. Я наверху. Я внизу. Где влево? Карты нету. Ничего нету. Ничего не понятно. Еще и вид сверху. Ну, по крайней мере, все живы. Все спаслись, кроме Джека. Но Джек уже мертв. Я не успею к нему добежать. Да как бы сильно не хотел. Здесь генератор уже тоже починен. Куда идти? Я не имею понятия. Прости, Джек. Прощай. Ты был хорошим парнем. Так, меня спас этот чувак. Я очень хотел спасти его сам. Но он как-то сам вырвался. Вот и последний генератор. Постараемся, хоть я не знаю, оправдать, так сказать, доверие Джека нам. Сейчас я буду уже потише говорить. Так, он не очень близко. Есть шанс. Фак! Минус два, пацаны. Мы остались вдвоем с Анной. Здорово, Анна. А, да, он же сюда сейчас прибежит. Он же, скорее всего, знает, чё и где. Нет, нет, нет шансов открыть эту фигню. Это да. Ну, вот как мне убежать от него? Как мне убежать от чувака? Ну, я могу, по сути, знаете, чё сделать? Я могу сейчас попытаться... Да, Анна встал. Замечательно. Но он меня поймает. То есть он её бросил, а меня поймал. В итоге я проиграл, а у Анны есть ещё шанс выпутаться. Но, скорее всего, она не успеет, потому что я там начал, конечно, открывать, но я совсем мало, как бы, открыл. Её мало шансов будет выиграть. Ну, ладно, чё уж. Ничего не поделаешь. Давайте заново. Жёсткий маньяк просто попался. Но он странно играл тоже. Он не кемперил. Это очень странно. С его стороны, конечно. Так, прошу прощения. Я возвращаюсь. Вы ничего не упустили. Просто я начал и случайно отключил запись. Но я сразу же её включил. Чё у нас здесь получается? Ага, уже поймали. Только-только началось. Уже сразу же поймали, чувака, блин. Фак. Капец. Ну, давайте чинить генератор. Понадеемся, что Кристаллс и Саня Плей Ютюб, или... Как это переводится? Ит. Смогут спасти нашего Куиза. Не хочется просто генератор терять, потому что я вообще не ориентируюсь в пространстве. Не знаю, где генераторы находятся. Против нас, кстати, играет самый стандартный маньяк. Но он умеет стрелять, по-моему. Ядом каким-то. Так, ещё один генератор готов. Здравствуйте. Ну, серьёзно, ну... Я не понимаю, блин, где в этой карте можно пройти? Где дверь? И почему этот шкаф мне напомнил дверь? Серьёзно. Ну, ясно, понятно, короче. И он ещё оказался, блин, рядом. И я прямо на него побежал. Ах. То есть сердце начало биться. Вот буквально меньше, чем за 2 секунды мы бежали друг на друга. Вот прямо друг на друга. Видимо, он всё-таки видит. Всё-таки он видит. Когда... Чувак, ты уверен, что это хорошая идея? Да, я тоже не думаю, что это хорошая идея. Ты просто меня почти убил сейчас. Чувак, можешь меня хилинуть? Пожалуйста. Очень прошу. Нет? Ну, ладно. Я не убегу же от генератора, чувак. Ты же знаешь это. С такой ногой-то, по крайней мере. Давай, хиль меня. Нет? Ну, сейчас глупо хилить, потому что он, скорее всего, знает, где генератор починился. О, ещё генератор. Давайте починим его. Неплохо так у нас идёт. Много генераторов. Чиним. Если сейчас кто-нибудь ещё один починит, кто-нибудь из пацанов, хотя бы один, то мы сможем сразу же попытаться сбежать. Это тоже вариант. по сути своей. Да ты издеваешься! Ты серьёзно сейчас? Валим, чё я могу сказать. Надеюсь, я опять на него не выбегу. Да, блин, они не починили даже один генератор. Вы чё, издеваетесь? Я уже, по-моему, в соло, не знаю, два-три генератора починил. Вылечи меня. Ну, блин, фак. Не хочет. Чувак, там я уже починил генератор. Не знаю, чё туда бежишь. Ох, уже эти звуки. Где последний может находиться? Сколько вообще генераторов на карте? Мне кажется, их должно быть порядка семи штук. То есть, из них пять нужно починить. И два лишних. Так, этот уже починен. Этот я уже, кстати, починил. Ааа, нога! Можно постараться подождать, пока починят генератор и сразу смыться. Если чё, будем запомним, где выход. Так, ясно. До свидания. Я туда не пойду. Может, сюда сходить? Сижу, блин, такой. Иду, кровоточу везде. Можешь меня починить, чувак? Спасибо, блин, большое. Наконец-то. Вот один здравомыслящий человек нашёлся. Саня. Мир твоему дому. Да-да, он идёт, я слышу. Чуваки, почему вы меня не вылечили? Это не честно. А почему меня не вылечили? Вот этот баг опять, он меня раздражает. Серьёзно. То есть, по сути, меня должны вылечить, да? Полностью заполняется шкалан, и я не вылечен. В чём прикол? Вот как это работает вообще? Это уже второй раз, между прочим. У нас в предыдущей серии такое было и сейчас вот. И почему это так сработало, я не понимаю. Давайте посмотрим, что делают наши союзники. Наблюдайте за игроком. Кто-нибудь починит генератор или нет? А, у нас один мёртв. Блин, отвалился пацан. Ну, кристалл ещё может меня, по сути, спасти. Если вовремя успеет. Давай, 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 давай. Валим, валим, валим сразу же. Никакого хила. Идём, идём отсюда. Он бежит прямо к нам. Видимо, увидел мои кровавые следы. Генератор! Генератор, пацаны! И маньяк где-то неподалёку. Фак! Рискуем, пацаны. Ну, чё нам ещё делать? Блин, вот опять я стал говорить именно в тот момент, когда мне надо было... Маньяк читерский. Серьёзно, это просто конченый какой-то. Если я буду играть за маньяка, я буду всё время выигрывать. Потому что это невозможно, блин, против него играть за выжившего, у которого, блин, невозможно оторваться от него никаким образом. В Dane by Daylight хотя бы можно было оторваться. Здесь это тупо невозможно. Здесь ещё целых сколько осталось? 30 минут? Нет, слишком долго. А вот, кстати, насчёт одного темы, а именно насчёт мастерской, да, здесь уже через 5 минут будет. Давайте подождём ещё до 5 минут. Сыграем одну каточку. А там уже поставим новое исследование. Может быть, даже... Нет, энергетики не успеют. Ладно, давайте последний раз сыграем уже. В бой. Маньяк-мясник. Также я, Валера, Хэбэфэй и Макс. Окей. Ну, за выжившего играть вообще без прокачек, без энергетиков, без всего, чего бы то ни было. И это просто, ну, я не знаю, это чисто на удачу. То есть, просто, если противники, не знаю, там, есть твои союзники, попытаются отвлекать маньяка, то да, тогда, типа, у них есть там куча всего, тогда да, у тебя есть шанс хоть... Ясно, понятно, короче. Он как-то меня ещё и увидел с расстояния. Это читы, короче. Да я не понимаю. Вот опять я стал говорить, как всегда, да, и не услышал биения сердца. Ох. Тупо на рандом. То есть, маньяк двигается быстрее, чем человек. И неважно, преследует он человека, не преследует. Он двигается просто по своей природе быстрее, чем выжившие. Валим. Он видит, скорее всего, мои кровавые следы, и я ничего не смогу сделать, опять же. Здесь, наверное, можно прятаться, то есть, если вы, допустим, встанете вот так вот, вас вряд ли увидят, да? Разве что следы ваши увидят. Я не знаю, сохраняются они или нет. Макс, можешь меня выхилить? Спасибо большое. Ясно. Так. Я боюсь выходить. Все, он отошел. Давай-ка починим-ка эту хрень. Меня не знаю, он видит сквозь стены? То есть, если я встану действительно в угол, он меня увидит или нет? Надо проверить будет. Так, пока он, в принципе, далеко достаточно. Можно проверить. Правда, он следы мои увидит, если что. Они исчезают, они исчезают. Ты что, издеваешься, блин? Ладно, это тупо сидеть здесь, серьезно. Чисто ради проверки, это тупо. Я думаю, проверим как-нибудь, ну, в другой раз. А сейчас надо валить. Надо валить, надо искать генераторы, надо... Блин, почему нельзя хилиться? Почему я кричу от боли постоянно? Ну, здорово, маньяк, чё. Я постоянно кричу от боли, серьезно. Это выглядит опасным достаточно. Здесь есть генератор? Да, он есть, но он уже починен. Вот опять же, я, по-моему, опять два генератора починил. Или один. Макс, помоги. Никого рядом нету, мне даже не пытаются помочь. Ну, почему? Он же пытался мне помочь, нет? Почему я сам себя хилить не могу? Для этого аптечка нужна или чё? О, генератор починили. Пошлите в логово маньяка. Я не думаю, что он пойдет туда, когда там никого нет. Хотя чёрт его знает, блин. Через верх не выйти, тут всего два выхода. То есть вниз и направо. Это вообще дичь, конечно. Хотя бы три сделали, я не знаю. Было бы гораздо удобнее маневрировать в данной... Так сказать. Ну, вы поняли. Где выход, я уже не помню. О, электричество включено. Ну, пошлите, короче, искать вот здесь. О, здесь уже открыто, что ли? Серьезно? А, нет, это просто ворота. Иди в другую сторону, чувак. Нет, блин, ну... Всё плохо, чё я могу сказать. Он теперь знает, куда идти. Где выход, долбанный, блин? А-а-а-а! Сложно. Я не знаю просто, где выход, поэтому я долблюсь сейчас во все углы, во все эти щели. Валера, здорово. Ты знаешь, где выход? И такое ощущение, как будто никто не знает, где выход. Чуваки. Где выход? Я не в курсе. Я не знаю эту карту ещё досконально. Я знаю, что наверху, где выход есть. Знаю, в левом, нижнем углу есть выход. Давайте помогу. Ну чё, пацаны, удачи, всех благ вам, всего доброго, спасибо большое, до свидания, удачи, удачи, пока-пока-пока. Боже мой, какой ужас, а. Какой ужас. Надо было вернуться, я не знаю. Но это было смешно. Это было смешно. Ладно, давайте я посмотрю рекламку. Дополнительные ресурсы никому ещё не помешают. Золото, конечно, дополнительно не дают. Что можно за золото вообще сделать, я вот это не понимаю. Кроме как увеличить скорость этой фигни. Инфо, инфо. Для Мэри нужны опять же жетоны, которых у нас ещё не хватает. Ну, также нужен нам новый уровень. Да, новый уровень ещё не скоро. Давайте перейдём в главное меню. Как тут перейти в главное меню, блин, как темно. Такие серые крестики. Вот это выход из игры, как я понял. Акции какие-то. Что в акциях у нас? Давайте посмотрим. О, ежедневный подарок, блин. А, подарок за рекламу, да? Угу, угу. 24 часа VIP. Плюс 75% опыта из серебра за матч. Нет рекламы. Мгновенное повышение уровня персонажей. Неплохо. Мгновенное получение умений персонажей. Мгновенное улучшение предметов. Ну, это такое, знаете себе. Не очень-то и важно. Потому что он даётся всего на 24 часа. За 100 золота у меня всего 75. Также золото можно приобрести. Но это нет. Это не хочу. И серебро можно приобрести, по сути, за золото. А вот куда вливать, на самом деле, вот этими на золотые монеты лучше всего, я не знаю. Если вы знаете, скажите, пожалуйста. Я посмотрю, ещё какие-то задания есть. И кланы, блин. Серьёзно? Вот, вот это есть вообще. Здесь, кстати, настрой графики я вроде никаких не вижу, по крайней мере. Но их нету, да? Логово маньяка. Давайте зайдём в логово. Я просто посмотрю. Да, пятый уровень требуется. Я не знаю. Может, даже для него ещё будет требоваться что-то ещё. Давайте также перейдём обратно. Блин, этот крестик, блин. Я всё время путаюсь, что... Почему он именно с правой стороны вверху так высоко? И ещё он такой серый на чёрном фоне, блин. Ладно, что у нас мастерской? Четвёртый уровень мастерской. Замечательно. Можем, по сути, ещё увеличить максимальную вместимость верстака на 1 кило. Давайте так и сделаем. Почему бы, как говорится, и нет? Потому что энергетики мы ещё крафтить с вами не умеем. Давайте ещё раз. Ещё раз. Вот это точно уже последний раз сыграем с вами. За, естественно, единственного нашего пацана. За энергетики у нас, получается, появятся только через 20 минут. Поэтому погнали в бой. Это уже точно играем последний раз. Не важно, выигрываем, проигрываем. Но я постараюсь, по крайней мере, затащить Меля, Маркус, Джек. Это я. Кто ещё у нас будет? Керюша. Культиста играет. Ислам 9829 играет Маркус. И не робот играет. Забыл, как этого чувака зовут. Окей. Храм. Храм, храм, храм. Окей. Храм так храм. Не похоже, кстати, на храм вообще. Такс. Главное не бежать сразу в центр. Потому что он всегда маньяк. Я всегда бегу в самый центр и нарываюсь на него. Удивительно, кстати, что я в прошлый раз затащил. Я буквально там, не знаю, из грязи затащил в князе, так сказать. Давайте начнём генератор ремонтировать. Блин, не очень далеко он на самом деле. Где-то вообще неподалёку тусуется. И не планирует уходить на самом деле. Чё, он стоит на месте? Может быть он и ФК? Нет. Так, всё, валим, 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 валим. Надеюсь, он не в той стороне, куда я побежал. Фак. Идём в эту сторону. Мне просто показалось, что он за мной идёт. И я хотел там, знаете, в стене сделать так, чтобы он меня не заметил. Но мой силуэт двигается, либо же создаёт шум шагов. И это не круто. Так, ещё генератор починили, пацаны. Не знаю, что это за место. Почему здесь тупик? Ну окей. Автобус какой-то стоит. Здесь выход с локации, запомним. Ой, генератор. И это последний, кстати, генератор. Можем его починить и сразу свалить отсюда. По сути план, на самом деле. Но, если, конечно, маньяк не прибежит быстрее. Нас. Да. Или прибежит. Он пошёл туда, ко мне. Я слышу просто это. Попытаюсь вернуться. Блин, заново надо чинить его. Видимо, пока не починишь, не получается это, отойти. Блин, он не так далеко, на самом деле. Может и замаслить меня визичную. Так, он сейчас пойдёт наверх, и у меня будет шанс, короче, открыть ворота, на самом деле. Ну, мне так кажется, что он пойдёт наверх. Сейчас узнаем. Он идёт сюда. Мне капец. Ну да, ну естественно. Но почему он пошёл сюда? Ну вот, единственный, короче, я мог убежать сейчас чуть-чуть. Ну, побегать от него, но это бы ничего не изменило. Он бы всё равно меня догнал. Единственный, блин, место, которое нафиг... Ах. Я вот надеялся на то, что он, я не знаю, мои союзники хоть что-то сделают. Ну, они сейчас просто сбегут. Да, они просто сбежали и кинули меня. Ну, ясно, понятно. Но при этом я получил охренеть, какие суммы, на самом деле. Не знаю даже за что. Давайте посмотрим рекламку, раз уж такие суммы. Это, знаете, я понял, я понял. Это утешительный приз за то, что меня кинули. Ясно, понятно. Но мы не получили, к сожалению, пятого уровня. Вы издеваетесь? Вот посмотрите, сколько не хватило этого всего. Ладно, что ж. Это надо ещё одну катку играть, а потом ещё за маньяка играть. Но это уже будет следующей серии. Как раз таки и посмотрим с вами маньяка. А на этом я буду заканчивать. Большое спасибо, что посмотрели. С вами был Ник. Дальше я улучшу ещё своего героя. Открою маньяка. Может быть, даже улучшу маньяка, если это будет возможно. Хотя нет, открою маньяка, я, наверное, уже вместе с вами. Также вот в мастерской мы можем ещё прокачать верстак. Я его, может, тоже прокачаю, потрачу туда денежки. Ну и увидимся уже с вами в следующий раз. Удачи, до скорых встреч. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok